Давайте теперь перейдем к более глубокому изучению миоза. Начнем с гоноцита – первичной половой клетки. Как мы уже говорили, гоноциты могут вступать в процесс метоза для создания новых гоноцитов, а могут вступать в процесс миоза для создания гомет. Итак, вот у меня клетка гоноцит. Давайте подрисуем ей ядерную мембрану. Я нарисую ядро побольше, потому что нас сейчас будут интересовать хромосомы внутри него. Еще нарисую центросому. Она чуть позже тоже нам понадобится. В каждой центросоме есть по две центриоли. Это для того, чтобы вы лучше понимали терминологию. В видео, посвященном метозу, я выдумал клетки с двумя хромосомами, у которых диплоидное число равнялось двум, то есть была всего одна гомологичная пара хромосом, по одной хромосоме от каждого родителя. В этом видео я рассмотрю некие другие организмы, только не людей, потому что у людей 23 пары хромосом, то есть 46 хромосом. Я рассмотрю гипотетических существ с диплоидным числом 4. Две хромосомы достались этому организму от отца. Я нарисую их оранжевым цветом. Я изображу их в состоянии хроматина, размотанными в хаотичный клубок. Допустим, эта длинная хромосома досталась клетке от отца, и вот эта короткая хромосома тоже от отца. Также у этих хромосом есть гомологичные им хромосомы, доставшиеся от матери. Одна длинная хромосома досталась от матери, и одна короткая тоже от матери. Я, конечно, очень сильно упростил реальную картину, но нам сейчас важно понять суть. Итак, в этой клетке содержится диплоидное число хромосом. Давайте подпишем. Диплоидное число равняется 4 хромосомам. И заодно подпишу, что это у нас клетка гоноцид. Эта клетка после рождения сразу входит в интерфазу. Она начинает расти, затем дублировать свою ДНК и центросому. Давайте я нарисую, как будет выглядеть клетка после интерфазы. Вот это у нас ядро клетки. И в результате интерфазы ДНК в ядре реплицируется. В этой длинной хромосоме, полученной от отца, все молекулы ДНК будут удвоены. Получится примерно вот такая картина. Две одинаковые половины хромосомы соединяются в центромере. У нас в этом процессе участвует очень много слов с корнем «центр». Я стараюсь рисовать эту хромосому в состоянии хроматина. На самом деле она развернута, а не сгруппирована. Все эти иксы в этот момент в обычный микроскоп не видны. Итак, хромосома удвоилась. И после удвоения в ней стало вдвое больше генетического материала. Но это по-прежнему считается одной хромосомой. Эта хромосома состоит из двух сестринских хроматид. Я подробно об этом рассказывал в видеоролике, посвященном метозу. Но ничего страшного, если напомню еще раз, чтобы вы не путались. Вторая, более короткая хромосома, доставшаяся от отца, тоже удвоилась и превратилась в две сестринские хроматиды, соединенные центромерой. Таким образом, это по-прежнему две хромосомы, доставшиеся этой клетке от отца. В них удвоилось количество ДНК, но они содержат одну и ту же генетическую информацию. Можно сказать, теперь в клетке по две копии всей генетической информации. И то же самое происходит с хромосомами со стороны матери. Вот эта длинная хромосома, гомологичная первой, тоже реплицируется. Она теперь тоже будет состоять из двух сестринских хроматид. И то же самое произойдет с оставшейся короткой хромосомой, гомологичной вот этой отцовской. Она тоже реплицируется. И снова повторю, после интерфазы эти хромосомы размотаны. А еще после интерфазы у нас удвоится центросома. И вот теперь клетка готова приступить либо к метозу, либо к миозу. Но поскольку этот видеоролик посвящен миозу, представим, что дальше начался миоз. Первые несколько этапов миоза носят общее название миоз-1. И первый этап миоза-1 называется профаза-1. Давайте посмотрим, что происходит с клеткой на этом этапе. Во-первых, начинает растворяться ядерная мембрана. Этот процесс аналогичен профазе метоза. Центросомы начинают расходиться в разные стороны клетки, а ДНК начинает упаковываться в более плотную структуру. И вот теперь хромосомы можно изобразить так, как их принято рисовать. Это хромосома от отца, а это от матери. Я специально рисую их так, чтобы они накладывались друг на друга, потому что сейчас произойдет кое-что интересное. Я отмечу у них центромеры. Вот здесь у нас короткая отцовская хромосома. Я до этого рисовал ее слева, но это не обязательно так. Это короткая хромосома от матери. И опять же, здесь у нас пара гомологичных хромосом. И вот здесь тоже пара гомологичных хромосом. ДНК реплицировалось, и каждая хромосома в гомологичной паре состоит из двух сестринских хроматит. А значит, во всей гомологичной паре четыре хроматиды. Такой набор из четырех хроматит называется тетрада. Зачем я нарисовал эти хромосомы пересекающимися? Давайте подпишем. Это у нас профаза 1. Так вот, в профазе 1 происходит перераспределение генетической информации. Так называемая гомологичная рекомбинация. Это у нас гомологичная пара. Одна хромосома в ней досталась этому организму от отца. Вторая – от матери. Слово «гомологичная» означает, что в них могут содержаться разные пара оснований, разная ДНК, но они кодируют одни и те же гены. Упрощенно говоря, один и тот же отрезок каждой из этих хромосом кодирует, например, цвет глаз или характер или рост. В ДНК все, конечно, устроено не так просто, но суть вы, надеюсь, поняли. И я нарисовал хромосомы скрещенными, чтобы показать, как именно происходит рекомбинация. Давайте я перерисую их покрупнее. Вот это – хромосома от отца. Она уже находится в упакованном виде. Это одна хромосома, состоящая из двух сестринских хроматит. Они соединяются в центромере, не путать с центросомой. Центромера – это точка соединения сестринских хроматит. Рядом я изображу гомологичную хромосому от матери. Вот так она примерно выглядит. И рекомбинация произойдет вот в этой точке. После этого левая хромосома будет выглядеть вот так. По сути, они обмениваются вот этими небольшими участками. У этой хромосомы теперь будет небольшой материнский фрагмент. Он кодирует те же гены, что и раньше. Только теперь здесь генетическая информация от матери. А вторая хромосома получит, соответственно, гомологичный фрагмент отцовской хромосомы. Нарисую еще две центромеры. И это интересный момент, поскольку рекомбинация происходит не всегда. И далеко не все комбинации будут идеальными. Могут получиться какие-то неоптимальные варианты. В результате чего может появиться вовсе не функционирующий организм. Но рекомбинация – достаточно частое явление премиозе. Благодаря ей появляется вариативность особей. Мы с вами уже обсуждали половое размножение. Оно вносит в популяцию разнообразие. Разумеется, вариативность обуславливается тем, что разные сперматозоиды сливаются с разными яйцеклетками. Но даже в гомологичной паре хромосомы могут обмениваться информацией. И это очень интересный момент, потому что, как я уже говорил, каждая хромосома кодирует несколько разных генов. Ген кодирует некий определенный белок или набор белков. И опять же, все, что я сейчас скажу, это будет очень сильное упрощение реальной ситуации. Но представьте, что вот этот участок отвечал за цвет глаз или за какой-то белок, участвующий в формировании цвета глаз. И этот ген, отвечающий за цвет глаз, достался вам от отца. А вот этот ген, отвечающий также за цвет глаз, достался вам от матери. И, скажем, материнский ген склоняет вас к более светлому цвету глаз. А отцовский – к более темному. И теперь материнский ген попал в отцовскую хромосому. И наоборот. Это один и тот же ген, просто разные его аллели. То есть здесь закодированы разные варианты одного и того же гена. Отцовская аллель теперь находится в материнской хромосоме. Многие путаются в генах и хромосомах. Что есть что. Каждая из этих хромосом содержит некий набор генов. Это длинная-длинная молекула ДНК. В ней закодировано множество генов. Таким образом, ген – это короткий участок ДНК, отвечающий за конкретный белок. Итак, это все происходит в профазе 1. В профазе 1 происходит уплотнение гомологичных пар хромосом. Там же может возникнуть рекомбинация. И что самое интересное, рекомбинация не случается в произвольных местах, разрывающих генетическую информацию. Она происходит только в конкретных определенных точках. И эти точки называются хиазмы. Звучит как название фильма ужасов. Итак, вот эта точка у нас – хиазма. И сам факт рекомбинации – это одно из проявлений красоты науки биологии. Благодаря этому миллиарды лет эволюции привели к появлению механизмов, обеспечивающих разнообразие. Причем механизм этот налажен достаточно четко. На этом пока закончим наше видео. Я успел рассказать только о профазе 1, но это достаточно серьезный этап, на котором происходит очень важный процесс гомологичной рекомбинации или хромосомного кроссинговера. И в следующих видео мы продолжим рассматривать МИОЗ-1 и перейдем к стадии МИОЗа-2. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.